Продолжение следует... Те, кто смотрел предыдущий вебинар на тему интеграции Meeting Room App с сервисами Microsoft, там я говорил, что у производителя есть все инструкции на эту тему. Эти инструкции у нас на сайте имеются. Достаточно подробные инструкции на английском языке. Но, в принципе, для системных администраторов это не составляет проблем. Да, найти вы их можете прямо в карточках продуктов на нашем сайте. Вот перед нами инструкция по интеграции с G Suite. Надо отметить, что сейчас этот сервис уже называется Google Workspace. Но, в принципе, там особо ничего не поменялось. То есть инструкция актуальная. Сама идея, в принципе, примерно такая же, как и в случае с интеграцией с сервисами Microsoft. То есть нам надо создать в аккаунте Google Room Resources комнаты, здания, привязать это там друг к другу. И потом этот аккаунт синхронизировать с личным кабинетом Meeting Room App. Создание комнаты. Значит, открываем страницу admin.google.com. Она у меня уже открыта. Для этих целей я создал реальную учетную запись для домена, похожего на наш основной домен. Идем в здание ресурсов. Управление ресурсами. Для создания комнаты нажмите на плюс. Нажимаем на плюс. Если вы не добавили здания, то сначала нажмите на управление зданиями и добавьте здание. Здание не найдено. Соответственно, добавляем сначала здание. Пусть будет, так же, как в прошлый раз, тест-билдинг. Количество этажей, ну, один этаж, например. Вот он, наш тест-билдинг. Теперь в тест-билдинг создаем комнату переговорную. Тест-рум. Так, что у нас один. Вместимость, например, 20 человек. Вписание любое можно написать. Оно необязательно. Добавить ресурс. Готово. Так, далее. Так же, как в случае с сервисами Microsoft, надо создать сервисный аккаунт. В принципе, так же, как и в случае с сервисами Microsoft, это может быть аккаунт, например, секретаря, к которому будут делегированы права для управления календарями переговорных комнат. В данном случае мы создали аккаунт Room-собака. Математика.ру. Значит, если перейти на главную, пользователи, вот он, этот аккаунт, уже созданный. Ну, тут ничего сложного, в принципе. Те, кто занимался администрированием Google Workspace или других подобных сервисов, справиться без проблем. Так, далее. Этому аккаунту, соответственно, надо выдать права на управление календарем переговорных комнат. Для этого открываем вот эту ссылку. Далее там написано «Перейти в настройки». То есть шестеренка в настройке. Так, выбираем Room Resource, календарь в левом меню. Нажимаем «Расшарить с определенными пользователями». Или, иначе говоря, дать доступ к определенным пользователям. Так. 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 Здесь должно появиться выпадающее меню. У нас небольшая проблема, пока мы можем обновить страницу. А, вот, меню появилось после обновления страницы. Значит, нажимаем на наш календарь. «Доступ для отдельных пользователей». Добавляем в наш сервисный аккаунт. В качестве разрешений внесения изменений в мероприятие. Вот так должно быть. «Интеграция с Meeting RoomUp». Заходим в личный кабинет. «Meeting RoomUp». Вот он. Идем в календарь «Providers». «Connect G Suite». «Подолжить с Google аккаунтом». Значит, здесь, насколько я помню, используется сервисный аккаунт. Да. Убираем наш сервисный аккаунт. Даем разрешение. Заполняем поля. Так, разрешенные домены в организации. Ну, в данном случае у нас один домен. И разрешенные внешние домены. Можно поставить звездочку для того, чтобы были разрешены все. Нажимаем «Reconnect». Еще раз даем разрешение. Видим статус «Online». Значит, подключение прошло успешно. Далее. Так. Ну, здесь это все описано в инструкции. Синхронизация «Room Resources». «Ресурсы в комнат». Идем в «Room Resources». Нажимаем «Синхронизация ресурсов». Выбираем наш аккаунт. Нажимаем «Sync». У нас не появился календарь. Еще раз идем в календарь Google.com. Но теперь, судя по всему, мы должны зайти под сервисным аккаунтом. Насколько я понял. Значит, вот он у нас. Вот он. Так. Возвращаемся в личный кабинет «Meeting Room Map». Еще раз нажимаем. «Синхронизация ресурсов». Вот он, появился. «Тестбилдинг», «Теструм». Календарь «Room IPmatic.ru». Это личный календарь пользователя. Это нам, в принципе, не нужен. Можно его удалить. После этого нажимаем Validate Permissions. Проверка разрешений. Сейчас у нас здесь красные точки, вот они стали зеленые, значит проверка разрешений прошла успешно. Далее идем в Buildings, добавляем здание, точно с таким же именем, как и в G Suite. Убираем язык, который будет использоваться на устройствах в здании. Здесь мы можем указать email эти поддержки. В приложении есть специальная кнопка для получения помощи. Мы рассказывали в предыдущих вебинарах подробно, если что, можете посмотреть. Нажимаем Save. Так, здесь еще в здании надо нажать Edit Force, то есть регактирование этажей, ввести этажи. У нас один АК. Ну и описание тоже можно заполнить. Описание, да, можно заполнить. Тоже один. Дальше добавляем устройство. Рядом со мной стоит планшет, на котором установлено приложение Meeting Room Map. Свежая установка, без конфигурирования пока что. Интерфейс этого устройства можно посмотреть вот здесь. Нажимаем существующий пользователь. Нам выводится токен. Этот токен необходимо ввести в личном кабинете Meeting Room Map. Нажимаем это девайс, вводим токен. А5, E8, F7, 0,4, E2. Save. Как вы видите, сверху в списке доступных лицензий у нас мгновенно три из трех свободных, но, собственно, уменьшились до двух свободных. Как и должно быть. Да. Выбираем календарь, который мы подключим к этому устройству, здание, тему. Ну, это тема оформления. Так. Этаж, на котором оно будет стоять. Другие настройки, если надо. Нажимаем Save. Устройство добавлено. Теперь на самом устройстве кнопка сопряжения. Ее необходимо нажать. Вот. У нас появляется вот такой интерфейс. После этого первоначальная настройка синхронизации календаря Google аккаунта и Meeting Room Map завершена. Да. Давай на секунду вернемся в здание, в Meeting Room Map. Расскажем момент, чтобы потом вопросов у зрителя не возникало. Вы видите, что здесь есть тоже лайсенс, который в данный момент не подключен. Здесь речь идет о сервисах Wayfinder. Соответственно, можно одну лицензию потратить на то, чтобы подключить именно этот сервис Wayfinder. То есть указатель пути, ну или, соответственно, вот расписание таймлайн, как у нас сейчас здесь выбрано. Да. Нажать на кнопку Sign License. Ну и после этого, соответственно, количество доступных лицензий, вот как видите, сверху у нас тоже уменьшилось уже с двух до одной. При этом можно выводить на любое количество экранов в здании по веб-ссылке потратится только одна лицензия. Теперь, значит, что нам надо. Нам нужен календарь нашей переговорки в Google Аккаунте. Лишнее подключаем. Так, вот он. И Meeting Room Up на планшете. Ну, например, я нажму плюс и зарезервирую нашу тестовую комнату на 15 минут. Нажимаем. 15 минут, отсчет пошел. Мы видим событие бронирования с планшета. Переходим в календарь. Тестбилдинг в Google Аккаунте. Мы видим, появилось это событие. Могу на него нажать. Видим подробности. Сейчас время 12.17. Мы видим с 12.17 по 12.32. Бронирование. Можем в обратную сторону забронировать. То есть, создать событие в Аккаунте Google. Например, тест. Время. 12.45. У нас, по-моему, не пересекается. Нет. Если будет пересекаться, соответственно, ничего все равно не получится. Да. Добавить переговорные комнаты. Теструм. Сохранить. Через некоторое время, порядка одной минуты, это событие появится в интерфейсе митинга ОМАП. Ну, соответственно, могли пригласить конкретных тоже сотрудников компании, каких-то других людей, указав при бронировании, чтобы они сразу получили тоже уведомление. Пригласить больше, чем указанную вместимость комнаты тоже не получится. Не получится, да. Ждем пока что. Вот, появилось событие. В общих чертах все. Все работает, да. Как и должно. Спасибо за внимание. Вкратце об интеграции с G Suite, который называется Google Workspace. На этом, пожалуй, все на сегодня. Всем до свидания. Пишите вопросы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!